ну хочу поприветствовать и поблагодарить всех участников нашей сегодняшней встречи за тот интерес который вы проявили к медиации но и вообще к программе обучения в рамках ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и сегодня мы начнем отвечать на вопросы в конце а сначала познакомим с тем планом который сегодня рассчитан на час нашей встречи будем придерживаться его и вы сможете в конце задать вопросы ну прежде всего хочу спросить марина посмотри пожалуйста у меня не видно на экране включена у нас запись запись включена замечательно ну вот такой план у нас на сегодняшний день сначала мы расскажем о том что такое медиации и чем она отличается от психотерапии и какие компетенции у медиатора сферы применения компетенций в каких-то иных областях и деятельности и направлений и о пользе применения медиативных навыков вне профессиональной деятельности это может быть и жизни саморазвитие саморегуляция об этом мы тоже поговорим и конечно же о программе подготовки и требований к обучению как настроиться на обучение если вы заинтересованы дальше эти с нами ну и попробуем ответить на все вопросы которые будут поступать как и в прямой связи так и те вопросы которые были предварительно записаны участниками при регистрации ну что вперед по теме давай переключая на следующий сайт будем говорить о том что такое медиация ее принципы и чем она отличается от психотерапии ну у нас в стране медиация так активно это слово прозвучало в 2010 году когда вышел закон об альтернативных способах разрешения споров с участием нейтрального посредника сколько медиатора то есть медиация это альтернативный суду способ урегулирования конфликтов споров и чем же он таким особым отличается что это такое вообще и с чем его идя ну если очень упрощенно говорить это медиация это такой вид переговоров когда привлекается независимое профессиональное лицо который в ситуациях конфликта помогает найти людям решение это принципе такая частно правовая процедура разрешения споров где стороны которые это споры решают не очень много прав и полномочий а медиатор он как дирижон руководит этим процессом помогает людям найти решение безусловно как ну переговоры они очень структурированы у них есть своя свои стадии в этих переговорах потому что это не просто переговоры а переговоры ситуации конфликта когда имеется высокий накал страсти как я говорила да у него у этих переговоров есть структура фазы есть еще определенные принципы на которых проводятся это эти переговоры первый принцип это добровольность невозможно людей обязать участвовать в переговорах заставить или иным способом привести переговоры если нету вот этой добровольности и любая процедура медиация начинается того чтобы не спрашивают добровольно ли они сюда пришли следующее правило и принцип медиации равноправие сторон в этих переговорах нет начальник подчиненный нету каких-то иных иерархий стороны в этих переговорах имеют равные права равные права высказываться вносить предложения обсуждать варианты решений и здесь нету никаких разограничений в этом смысле переговоры предусматривают что стороны сотрудничают то есть если у сторон нету причин договариваться и они и у них нету причин сотрудничать то ну вот такая медиация скорее всего будет не успешной и этот случай будет не медиательный поэтому предусматривается что сотрудничество сторон это один из принципов и обязательных условий медиации конфиденциальность все что происходит в этих переговорах конфиденциально для третьих лиц это конфиденциальность для медиатора обязательно силу закона и медиатор имеет свидетельскую скажем так иммунитет мы не можем выступать свидетелями в судах в отношении споров которые помогаем разрешить ну за исключением конечно уголовных дел если там у нас такого иммунитета нет стороны также могут договориться о том что вся информация которые могли узнали друг от друга в ходе медиации будет конфиденциальной также этот принцип наверно распространяется и на тот факт что вся информация полученная сторонами в ходе таких переговоров не может быть ими потом использована в суде как надлежащее доказательство если кто-то из сторон сказать а ты мне в медиации вот я помню ты мне такое-то сказал то суд такое доказательство не должен будет принять как надлежащее поскольку она получена процедуре медиации нейтральность и беспристрастность медиатора это необходимо это базовые условия успешной медиации в чем она проявляется медиатор не заинтересована ни в каком ходе разрешения этого спора договорятся стороны не договорятся о чем не договорятся это поле ответственности сторон медиатор только управляет только дирижировать этим процессом беспристрастность она как бы включает себя вернее нейтральность наверно включает себя элементы беспристрастности потому что если медиатор выделяет кого-то из стороны и начинает пристрастно относиться то он тут же потеряет нейтральность и сторону это слушать чувствует моментально и как только медиатор склоняется в чью-то сторону медиация сразу начинает разваливаться вот этот принцип нейтральность и беспристрастности медиатора это тот стержень на котором держится вся медиация и когда мы будем говорим о компетенциях и в формате подготовки медиатора мы будем этому факту уделять особое внимание и на него обращать особое внимание медиаторов насколько это важно в основной процедуре что еще хотела бы сказать о медиации поскольку есть закон о медиации он описывает те случаи каких вот урегулирование законодательной медиации применяется то есть у нас медиация может быть в разных категориях споров дальше будем говорить и это могут быть какие-то правовые вопросы и могут быть вопросы личных отношений вот вопросы личных отношений законом о медиации и медиации в рамках урегулирования конфликтов именно на уровне личных отношений законом не регулируется это отдельный скажем так вид помощи социальной мы о ней тоже будем говорить но она не регулируется нашим законом потому что в процедуре медиации о которой мы будем говорить и профессиональных медиаторов которых мы для которых мы готовим они готовятся именно в рамках вот этого действующего законодательства и закон о чем говорит что во первых этот институт создается для того чтобы урегулировать споры с участием нейтрального посредника для содействия развития партнерских деловых отношений формирование этики делового оборота гармонизации социальных отношений и регулирует он все отношения которые попадают в сперу действия гражданского трудового и семейного законодательства то есть все что можно отрегулировать нормами права споры которые регулируются нормами права они как раз и попадают от те требования и по те ограничения или те особенности которые для медиатора вводят законы медиации вот так в общем то ну если очень очень обобщенно рассказать да что такое процедура медиации какая она ну по большому большому счету бывает дальше поговорим о том чем отличается медиация от психотерапии и от переговоров как я говорила уже медиация помогает найти решение в ситуациях когда есть конфликт когда есть уже эмоциональный какая-то какой-то нокаут когда люди либо у них есть скрытые интересы либо неосознаваемые и они уже не могут смотреть и слушать друг друга в эффективным таком рациональном поле когда переговоры один на один уже невозможны переговоры это тоже способ урегулирования споров там есть видимый конфликт там понятные переговорное поле понятные ресурсы которые делятся и люди могут самостоятельно выработать свое решение им не нужен в этой ситуации никакой последний то есть конфликт там еще на такой стадии просто напряжение появляется какая-то проблема люди могут совершенно рационально сесть обсудить ее и без особых эмоций найти решение значит когда конфликт начинает развиваться и усугубляется до такой степени когда у сторон уже возникает такое знаете сужает с угол зрения друг на друга и происходит демонизация друг друга какой другой нехороший и как сложно с ним решать вопросы что вопрос решить невозможно человек в этом состоянии а плохо на самом деле начинает осознавать свои интересы и иногда доходит до такого решения что выкалю себе глаз лишь бы у тещи взять бы кривой и вот в такой стадии конфликта ему людям очень сложно решить вопрос на уровне прямых переговоров вот в таких ситуациях очень эффективный способ разрешение споров это с участием натурального посредника он помогает людям перейти из эмоционального состояния в рациональное осознать свои интересы и именно основываясь на интересах не на позициях не на каких-то представлениях о том как я могу удовлетворить свой запрос а помогает раскрытие интересы глубокие и именно на их основе найти решение которое устраивает обе стороны чем отличаются интересы от позиций это конечно мы будем говорить в нашем кратком курсе который у нас два дня будет здесь мы сейчас пока это глубоко не будем туда идти вот смотрите вот конфликт да мы говорили о стадиях развития конфликта если конфликт заходит такой тупик и этот конфликт связан с внутри личностными причинами особенностями характера и психики человека и такие конфликты носят системный характер а это уже тогда человеку поможет или сторонам поможет психотерапия если вот смотреть по глубине воздействия то в переговорах эмоциональная сфера практически не затрагивается в медиации эмоциональная сфера затрагивается только на уровне который мешает решению конкретного вопроса по конкретному спору психотерапии разрешается внутри личностные проблемы которые затрудняют вообще процесс принятия решений и углубленная работа с чувствами и эмоциями это очень схематично расписана да разница но если говорить в терминах кпт то медиации работает в лучшем случае на уровне промежуточных убеждений то есть она работает с автоматическими мыслями и промежуточными убеждениями глубинные медиатор не залезает это уже прерогатива психотерапии если опять же смотреть с точки зрения чьими глазами медиатор смотрит на конфликтную ситуацию и какие другие помогающие специалисты которые помогают разрешить конфликт и смотрят на эту ситуацию адвокат ну юрист да он навсегда на стороне своего клиента и на ситуацию смотрит глазами своего клиента консультант также да к нему обращаются за консультацией он смотрит на проблему глазами своего клиента смотрит как эту ситуацию можно разложить по полочкам и какими способами можно этой ситуации управлять вот когда к нам приходят у нас с ольгой образование юридическое и психологическое ну естественно мы медиаторы приходит человек с конфликтом и говорит вот у меня такая ситуация я хочу пойти в суд и подать иск ну например за оскорбление и нанесение ущерба моей репутации мы с человеком начинаем разбирать хорошо вот если мы пойдем по пути судебному какие будут плюсы и минусы какие у вас здесь есть возможности если мы пойдем психологу проконсультируемся какие какую информацию что вы можете вынести из такого способа разрешения конфликта если вы обратились медиации вот это такой способ разрешения споров давайте посмотрим плюсы и минусы и а мы как консультанты обсуждая с человеком разные способы управления его конфликтом помогаем ему прийти к решению о какой способ его ситуации ему наиболее эффективен и наиболее комфортно это консультанта он дает информацию и помогая человеку принять хотя бы решение о способе разрешения слова спора конфликта психолог опять же я это очень схематично и понятно что ситуации бывают разные и очень часто особенно семейные медиации вот эта тонкая грань между медиацией и психотерапия она может быть размыта но вот очень упрощенно а психолог опять же слушает проблему клиента и помогает ему эту проблему глубоко разрешить как-то откорректировать личность поведение и способы разрешения спора судья арбитр он вообще выносит это решение его большому счету не интересует ни интересы сторонник не что будет с ними после этого он исходя из норм права материального и процессуального выносят решение обязательное для сторон которые очень часто не устраивает ни одной из сторон исполнимость этих судебных решений к сожалению у нас в российской федерации 7 процентов из всех вынесенных решений добровольные исполнения но судебными приставными исполнителями чуть и улучшается ситуация тоже не радикально медиатор смотрит на конфликт как бы с балкона это не его конфликт но он выйдя на вот эту позицию балкона может увидеть ситуацию в объеме они в плоскости как перед ее стороны и соблюдая процедуру медиации помочь людям выйти туда же и посмотреть на конфликт отделить человека от проблему и пытаться найти решение которое решит проблему а не ударить другого человека кто может быть медиатором ну вот закон нам устанавливает определенные требования к медиатору опять же еще раз я подчеркну что это касается медиации попадающей в регулирование этого закона то есть те которые споры которые возникают из норм гражданского трудового семейного коммерческого права закон разделяет два вида медиаторов есть медиатор который занимается этой деятельностью на непрофессиональной основе и тот который занимается на профессиональной основе поскольку мы говорим о подготовке медиатора мы сейчас будем говорить в основном а те кто занимается на профессиональной основе это медиаторы которые получили дополнительное образование и такие медиаторы допускаются к урегулированию споров которые возникли в суде непрофессиональные медиаторы туда не допускаются ну вот закон устанавливает здесь требуем это достижение возраста 25 лет отсутствие судимости высшее профессиональное совершенно любое высшее образование не обязательно связано с психологией респонденции и черта близким и прошедший специальную подготовку по 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 программе не менее 120 часов ранее в законе была ссылка на постановление правительства которая определяла программу такого обучения потом более поздние времена эти обязательные требования следовать этой программе из закона были изъяты и сейчас там сказано просто что в соответствии с программой подготовки медиатора какой-то методических рекомендаций жестких требований к тому что в эту программу включается незаконно в образовании незаконной медиации не мы нормативные акты они вводят они устанавливают что это должна быть подготовка по программе повышение квалификации наша программа оля будет рассказывать но поподробнее будет строиться в общем то на тех разделах которые были в этой программе постановление правительства утвержденной но она имеет свои особенности и наши скажем так наш наши виние того как нужно готовить медиаторов поскольку вы много очень времени уделяем когнитивно-поведенческим инструментом в управление конфликтами мы считаем что этот способ который наиболее эффективен что же делает все-таки до медиатор и как какова его такая основная роль ну как мы говорили да его основная роль это быть дирижером от переговоров управлять переговорами медиатор спор не разрешают он не выносит решение он не дает оценок он не судит стороны не выясняет то право кто виноват от медиатора как раз требуется отмежеваться от всех этих оценок от других своих профессий вот своих экспертных знаний выключить себе а это очень очень сложно могу сказать что медиацию мы с Ольгой пришли из юриспруденции психологом уже стали позже так вот выключить себе юриста который видит документы и знает как правильно нужно решить ситуацию это вообще-то очень сложно это прямо ты выключаешь себе вот не не даешь вот этим юридическим шестеренком крутиться которые тут же выдают решение которые для нас же оно очевидно что так правильные и желание подтолкнуть стороны именно к этому нашему правильному решению вот дать себе по ручкам остановить себе этого эксперта этому надо осуществиться и это наверное одно из самых сложных медиации моментов это не выпасть в экспертную позицию сколько мы обучаем пока идут эти учебные медиации ну постоянно человека вот прямо ловишь как ему хочется свою экспертную позицию выпасть когда он эксперт какой-то области будь то юрист психолог риэлтор если он у него попадается кейс квартирой это все это вот просто нужно удерживать человека позиции чтобы он не рассказала а как правильно эту квартиру и дальше переключи пожалуйста как же да вот удается медиатору в этой роли оставаться какие компетенции для этого нужны но если вот так вот укрупненный их классифицировать то они вот такие вот ветви кусты такие вот складываются для того чтобы управлять вот этим процессом медиатору конечно нужны менеджерские организаторские компетенции медиация невозможна если не выстраиваются доверительные отношения со сторонами не выстраивается позитивная коммуникация поэтому безусловно компетенции связанные с коммуникативными функциями необходимо медиаторам необходимо анализировать конфликта и понимать переговорное поле контекст этого конфликта поэтому безусловно аналитические и креативные какие-то качества медиатору нужны потому что хотя в силу закона медиатор не может генерировать идеи как решить проблема если стороны его сами об этом не попросит но если они попросит об этом то важно чтобы медиатор у него подкинуть какие-то идейки какие-то решения которые может быть стороны тоже информационная компетенции как преподнести информацию как во первых собрать информацию о конфликте и споре потому что любые переговоры они будут эффективны если вы правильно собрали информацию или достоверной систематизировали ее поняли какая важна для решения конфликта какая нет и это тоже серьезная работа с информацией также важно чтобы в ходе медиации медиатор умел правильно проинформировать стороны о том что такое процедура медиации какие у кого роли чтобы не было каких-то недоразумений и процедура была прозрачной понятной безопасно для сторон управление эмоциями безусловно важно без этого навыка я думаю что поскольку здесь большинство психологов значение эмоционального фона она ну просто невозможно переоценить и управление накалами эмоций это очень важная компетенция медиатора потому что как мы все знаем если эмоции находятся на определенном уровне накала то выключается аналитическая функция мозга и люди начинают принимать нерациональные решения очень-очень иррациональные которые либо потом не будут исполняться либо приведут к эскалации конфликта вот такое как бы ну манимическая безусловно память потому что медиатор дает обратную связь медиатор должен держать голове все вот эти тонкости конфликта если они выпадают то очень сложно управлять переговорами ну и метакогнитивная оценка что здесь имеется ввиду это очень важно уметь отслеживать все изменения себе свои мысли свои эмоции по поводу того что происходит замечать когда меня начинает выбрасывать не беспристрастность когда хочется да принять сторону какой-то стороны я начинаю а давать оценки другой стороне вовремя отследить это выпадение из нейтральности это обязательно нужно этому учиться потому что это еще раз говорю это вот позиция бон это беспристрастность в нашей ну в медиации это стержень всего всех компетенций которые у нас и он переключи пожалуйста какие да у нас в каких случаях спор она могут обратиться к медиатору за помощью в регулированных спор вот у нас есть споры которые уже попали в суд где есть исковые заявления и есть те которые до суда еще не дошли вот медиация возможно как на и во первых на любой стадии судебного процесса хоть это первая инстанция хоть вторая хоть третья хоть даже на стадии исполнительного производства так и во внесудебном порядке стороны могут до похода в суд обратиться к медиатору и не обращая судебные органы найти собственное решение могу сказать что в семейных спорах конфликтах это наиболее эффективный способ решения споров который помогает экологично найти решение не втягивая своих детей не перенося на них бремя ну например развода или каких-то разногласий и найти такое решение которое устроит обе стороны давай дальше если происходят какие-то ну происходит развод семья поняла что брак себя исчерпал и по каким вопросам можно обратиться к медиатору если сами не договорились вот такой перечень основных вопросов по которым приходят медиацию люди и опять же если эти вопросы споры решаются в таком досудебном или внесудебном порядке люди находят решение не поскольку они устраивают обе стороны добровольно исполняется почему плохо когда супруги идут или бывшие супруги идут в суд суде достается все грязное белье вот там люди стараются победить друг друга не найти решение которое удовлетворит обе стороны и минимизирует последствия развода для детей а там они друг друга побеждают для победы все средства хороши это поэтому достаются придумываются такие аргументы такие вещи после которых им уже поэтому сесть за стол переговоров очень сложно давай дальше вот это все что касается того что я хотела рассказать про медиацию про то чем она отличается от психотерапии по каким вопросам приходят в медиацию понятно что вопросов наверное у вас очень много на некоторые мы ответим на те которые нам поступили вот дальше расскажет ольга о том как можно расширить своими компетенции где еще применяются наши навыки и о том на чем основывается программа как мы готовим к медиации спасибо марина еще раз напомню если у кого-то микрофоны включены обратите внимание пожалуйста на значок чтобы у вас он был выключен продолжая то что говорила мария марина по поводу использования медиации в различных сферах деятельности но для психологов конечно важно знать где он может применить медиацию для чего она ему нужно предлагаем рассмотреть с позиции помощи семьям с детьми например да это вот как один из пример того как можно себя реализовать имея дополнительную квалификацию в области медиации если мы рассматриваем видео социального сопровождения семей то мы можем усмотреть там и оказание медицинской помощи психологической педагогической там юридической социальной медиация как раз является одним из методов работы с семьями наравне с теми видами помощи которые стоят сейчас ну скажем тех службах которые организованы при региональных органах власти значит они стоят вот по списку определены и медиации к сожалению пока что там нет но как показывает практика работы в грантовых проектах мы участвовали помощи оказания семьям находящихся в трудных ситуациях сложных ситуациях которые помощь получали в центрах семьи если мы рассматриваем поскольку мы живем в санкт-петербурге то у нас при каждом районе есть центр семьи в котором оказывается помощь таким пострадавшим или нуждающимся семьям и вот практика показала что как раз такой бригадный способ работы со специалистами разных направлений психологами юристами социальными работниками включают также необходимость работы медиатора поначалу было скажем тяжело вхождение в эту структуру для медиация была также неизвестно как и сейчас в общем-то продолжают ее будут все будут с медитацией но со временем работая бок о бы со специалистами узнавая а что же там в этой кухне что внутри в этой медиации то тогда специалисты принимали решение что действительно да это отдельная совершенно работа которая должен производить и выполнять специалисты имеющие соответствующую компетенцию и знания поэтому эта работа необходима она нужна и она за ней стоит будущее этого в общем-то профессия будущего как ее до сих пор говорят хотя есть 10 лет уже но до сих пор они говорят как о профессии будущего к сожалению но поскольку мы сейчас занимаемся очень активно развитием и как раз наверное даже с этого года некоторый такой всплеск сейчас виден поскольку предприняты попытки сделать некоторые дополнения и расширить возможности медиации так вот мы говорили марина говорила о том что введено нотариальное удостоверение соглашения медиативных поэтому это дает большую возможность в развитии дальнейшей нашей деятельности и также если мы говорим о помощи семьям то одна из задач служб является улучшение отношений семьи с окружающими ее мира и помощи выхода из конфликтных ситуаций вот как раз здесь и необходимо учесть что с помощью медиации этот процесс можно ускорить показала практика что когда работает психолог направляет на для решения какой-то конкретной задачи к медиатору иногда в медиации договаривались о том что необходимо психологическое консультирование кому-то из членов семьи и это здорово потому что мы увидели востребованность востребованность и психологической помощи через медиацию также для психолога важно понимать что медиация она возможно в двух направлениях это и инструмент эффективный достаточно быстро для решения какой-то прямой контекстной задачи предметной задачи и это своего рода статус процессуальный статус специалисты который может участвовать в альтернативном способе разрешения конфликтной ситуации и это в общем то повышает общий статус специалиста психолога и или психо человека занимающегося другим видом деятельности потому что как мы уже поняли медиации может заниматься любой специалист имеющий высшее образование потому как медиатор не занимается разбором по существу предмета конфликта какие же сферы применения компетенции медиатора в иных профессиональных областях это могут быть не только споры здесь может быть фасилитация содействия в заключении например каких-то сделок договоренностей фасилитация проектов очень сейчас популярна медиация стала в кругах айти специалистов там где внедряются agile проекты там где есть философия фасилитации работы в командах очень активно применяются данные инструменты медиативные инструменты в том числе и таким образом принципы организации медиации медиативные навыки они универсальны они подходят в общем-то в любом содействии там где есть многосторонняя проблема то есть есть разные мнения и нужно прийти к какому-то решению и там необходимо понимать что может работать медиатор как и в конфликте так и в соглашении интересов даже если этого конфликта нет это инструмент который помогает людям быстро договариваться и специалист который является посредником проводником к той договоренности которая будет эффективна для всех сторон и здесь важно отметить особенности медиации как для подготовки ну как и личности в общем-то профессионально как личности профессионала почему мы уделяем этому внимание потому как в медиации не важно не так важно профессиональная основа самого специалиста очень важно личностная характеристика с чем приходит в медиацию конкретно личность медиатора и в этом находится быстрый результат если мы говорим о не универсальности то что может применяться медиация к различным направлениям и видам деятельности то есть любой спор в общем-то кроме тех которые конечно у нас указаны как исключение в законе например как уголовно уголовному направлению универсальность медиации заключается в том что любой вид спора может быть разрешен с помощью этой процедуры быстрый результат поскольку сессия медиации она может состоять из нескольких встреч порядка 1 2 встреч хватает для того чтобы возможность разрешить спор или прийти к какому-то решению медиация не ограничено поэтому она может выдавать как быстрый результат так и плавно переходить через какие-то новые вопросы круг вопросов может быть не ограничен это отличает от альтернативы судебному разбирательство там где есть определенные вопросы которые решаются в рамках судебного искового заявления статус медиатора как марина уже рассказывала да и это очень важно для специалиста потому что это вносит некий такой вот дополнительный ну скажем презентационные моменты для того чтобы о себе заявлять в различных кругах и в общем то расшириться с круг своего профессионального общения эта возможность конечно представляется через медиацию очень очень активно практика осознанности поскольку мы проходим через обучение через глубокую рефлексивную практику и применяем инструменты когнитивно-поведенческого подхода в том числе третьей волны то здесь можно рассматривать участие в обучении медиации как практика осознанности потому что реально мы вырабатываем активно очень навык что мы говорим и что да и как то есть и в контекстном и процессуальном действие мы эти навыки осознанности воспроизводим все в медиации конфликтологическая подготовка личности здесь этот момент очень важно отметить потому как именно конфликтологическая культура это задача номер один подготовки специалиста если мы рассматриваем три уровня то с нашей точки зрения именно конфликтологическая культура это такое интегративное качество которое включает в себя и культуру мышления и культуру чувств коммуникативную поведенческую культуру и проявляется в оптимальных соответствующих контексту стратегиях взаимодействия в конфликте которые обеспечивают конструктивное решение проблемы и как раз конфликтологической культуры является является как бы высшим уровнем конфликтологической подготовки человека специалиста медиатора и уровня мы учитываем с чем конечно специалист уже подготовленный в какой-либо области базовая своя подготовка муче учитываем в процессе обучения с какие с какой базы приходит специалист ну и соответственно он имеет возможность продиагностировать свои все знания и компетенции и на этой основе найти свои узкие какие-то проблемные места для того чтобы мы помогли развиться в этом направлении и повысить как раз вот конфликтологическую культуру ну и здесь нельзя ну скажем упустить тот момент что медиация может являться также и компасом профессионального развития потому что когда специалист попадает в среду обучения основанного на разных контекстах потому что даже если мы усматриваем работу в кейсах она выглядит очень интенсивно в различных направлениях жизни и общение людей поэтому для себя специалисту легче и он становится определить и он становится более осознанной выборе куда ему дальше двигаться в своей профессиональной деятельности и стратегии персонального селф-брендинга конечно это можно отнести с тем что статус медиатора дает такую возможность как позиционировать себя не только как человека специалиста ведущего консультацию но и также помогающему альтернативно решать проблемы государственно-правовому механизму альтернативой является да частно правовой механизм решения проблем это медиация если мы говорим суд это государственно-правовой механизм а медиация это частно правовой механизм решения конфликтных споров которые в общем-то придают статус медиатора и выводят его на уровень на новый уровень своего своего селф-брендинга и меня своего позиционирования на рынке предложения своих услуг что представляет собой программа подготовки медиации и модель о которой рассказывала марина является ключевым таким звеном который помогает определить с чем приходит к нам специалист с какими уже базовыми навык навыками и с помощью практики и кейсовых заданий мы определяемся о том что нужно улучшить и в каком направлении от работы для того чтобы как раз повысить свою конфликтологическую культуру и свободно начинать формулировать для для себя задачи что нужно для того чтобы на уметь грамотно разрешать конфликтные ситуации культура мышление культура чувств коммуникативная культура поведенческая и все это содержание этих компонентов характеризует подход в разрешении помощи в конфликтной ситуации таким образом мы понимаем что у человека развивается механизм как саморегуляции так и эффективного на такое обеспечивается эффективное безопасное и гуманное взаимодействие с людьми а как вы понимаете в процессе обучения подготовки в этой программе это все не отражается также и на личных характеристиках человека и соответственно на саморазвитии и жизни в целом поэтому все кто проходит через программу медиации качественно меняются качественно меняются в своем чем-то подходе характере и в общении с людьми и если мы говорим о том в чем уникальность это когнитивно поведенческий подход нам помогает применяем инструменты в медиации с через практику удержания позиции беспристрастности и осознанность присутствия нейтральности также мы проявляем осознанность процессе как исходим из своей метаоценки до осознавая то что происходит с нами так и выходим на уровень осознания то того что происходит со сторонами поэтому здесь очень важно понять применение инструментов когнитивно поведенческой психотерапии именно в медиации именно в практике медиации потому что мы не можем вмешиваться в решение сторон но тем не менее мы можем помочь увидеть все наиболее до в расширенном аспекте то есть стороны как марина говорила до выходят на балкон и видит этот или поднимаются на воздушном шаре да и видит свой конфликт уже с другого ракурса поэтому медиатор помогает им как раз это сделать уникальность это то что практика на реальных ситуаций которые были у нас мариной в практике за многие годы нашей деятельности обучение через супервизию обратную связь и внесение в реестр медиаторов ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии это уже по желанию каждого участника который проходит через программу и получает свидетельство и статус медиатора что важно еще заметить что в самой программе задача в ракурсе кпт подхода внимание уделяется владению и закреплению навыков именно сама менеджмента организации деятельности специалиста анализа решения проблемы сюда включается умение до вырабатывается практическое умение самонаблюдение самооценивание самоинструктирование подкрепление владения техниками самопомощи то что касается когнитивно-поведенческого подхода теоретически мы рассчитываем что специалисты приходят уже подготовленные в этом направлении те кто начинает только знать знакомиться с когнитивно поведенческими инструментами то соответственно есть возможность сразу же понять как это происходит через практику переговорную и работы в как в конфликте по поводу требований ну что вообще происходит в в обучении наше обучение строится на в основном на практике теоретическая информация дается очень сдержанное ограничено только в рамках того что мы отрабатываем сама структура медиации предполагает алгоритм поэтому мы двигаемся через алгоритм и выполняем упражнения индивидуально там и в малых группах и в общих обсуждениях которые показывают нам как применять психологические техники инструменты именно для цели медиации если может показаться что есть в программе повторения того что может быть психолог уже знает то здесь мы сразу же говорим о том что именно те инструменты которые описаны в программе необходимо пройти через практику через кейсы мы изучаем инструмент смотрим на него если мы хорошо с ним знакомы но мы внедряем его в практику и дальше уже смотрим какие изменения может каждый специалист привнести и что сделал для того чтобы выйти на новый уровень учебные медиации обратная связь от тренеров и участников и домашние задания есть обязательные аттестационные упражнения которые помогают закрепить материал и являются обязательными вот такой вот требование у нас к той практической подготовки которая входит программу обучения самой программы вы можете познакомиться по ссылке которые у нас есть на странице вот регистрации здесь если необходимо мы можем в чат но я так понимаю что в рассылке все эту ссылку когда-либо уже получали если нужно мы ее продублируем здесь вы можете познакомиться с тремя уровнями подготовки то есть первый уровень который будет у нас уже 6 7 числа это два дня 20 академических часов он предполагает знакомство с медиации содержанием стадий с ролью функциями каждой стадии медиации особенностью навыками инструментами которые мы рекомендуем для сложных ситуаций ну а также будет интересно тем что мы включаем туда игру медиация где каждый сможет побыть в роли медиатора и соответственно стороны спора будет интересно присоединяйтесь и это в общем может помочь принять решение для дальнейшего необходимости дальнейшего обучения потому что действительно сложно понять когда мало что об этом известно что такое медиация как раз вот такая форма работы форма подготовки она помогает принять решение следует ли заниматься этим настолько серьезно как требует программа подготовки уже базового уровня базовый уровень предполагает у нас 144 академических часа это уже серьезная подготовка там где есть экзамен где есть аттестация где необходимо присутствовать если мы даже работаем онлайн-режиме присутствует на всех занятиях потому что существует понятие групповой динамики и соответственно нужно участвовать практических медиациях а это каждое занятие это упражнение работа в тройках четверках там в общей группе где необходимо присутствие всех и каждого для обратной связи поэтому наша работа строится на присутствии на здесь и сейчас на оценке которая предполагает данная ситуация через рефлексию через практические задания мы выходим уже на уровень подготовки который соответствует заявленные по требованиях профессиональной деятельности и следующий уровень у нас супервизионные там где уже подготовленные специалисты могут провести учебные медиации и получить обратную связь от тренировок и выйти тоже на более серьезный уровень для того чтобы заниматься каким-то уже направлением выбранным им для осуществления реальных трудных случаев вот такая у нас схема подготовки следующее о чем мы хотели сегодня сказать это о том что также практически семинар который состоится 6 7 для участников вебинара у нас предполагается сегодняшнего вебинара да вы можете получить скидку при оплате до 19 часов 4 февраля то у нас заканчивается эта акция 19 часов 4 февраля заканчивается акция по получению скидки так что вы можете еще успеть получить ее пройти регистрацию можно по ссылке еще раз указываем ее сейчас можно еще в чат ее бросить также если у кого-то доступ ну вот собственно наверно у нас часть вебинарная закончилась теперь мы можем ответить на вопрос который я просто хочу может быть немножечко расширить отвечая на вопросы вот пункт нашего плана как раз вебинара это сферы применения компетенции медиатора потому что у меня вот здесь поступили вопросы возможно ли применение медиации вкусных компаний если такие примеры окупаемости повышения прибыли за счет примирения сторон в конфликте в компании и как раз хотелось бы сказать что на самом деле вот оля обращала внимание что медиация это термин который имеет два значения первое это процедура это то что мы проводим в связи с каким-то конкретным конфликтам и медиация это технология управления персоналом в том числе повышение культуры конфликтологической в организации и на самом деле мы на протяжении трех лет работали с крупными компаниями в которых были серьезные конфликты между персоналом и администрации и за время этой работы есть такой показатель к оценке лояльности персонала в увлеченность в увлеченность это такой показатель который способствует резкому повышению производительности труда и обеспечивает лояльность работников организации до такой степени что они воспринимают эту организацию как свою и стараются работать на ее развитие понимаешь что она как локомотив тянет за собой и развитие благосостояния самого человека и опыт такой работы привел к тому что лояльность повысилась таким образом что в нашу российскую отделение этой крупной компании это это крупное объединение капа по моему швейцарии у них официальный офис штаб-квартиры и это международная компания которая имеет свои представительские филиалы во многих странах мира занимается она упаковкой для пищевых продуктов упаковка высокого качества требует сертификации и высокой квалификации работников так вот после нашей работы на в этом предприятии российские отделения стали приезжать представители отделений из других стран и обучаться а как это так удалось нашим российским администраторам повысить вовлеченность персонала в таких масштабах которые серьезно повлияло реально на финансовый результат деятельности компании поэтому на самом деле сферы применения медиативных технологий они бесконечны я могу вам сказать что у нас на многие которые станут с нами обучались еще в 2010 году семейные пары если они пришли обучаться медиации которые были на грани развода прекрасно вот живут в 2010 года и вышли вообще на новый уровень семейных отношений поскольку вот оля говорила что тренинг этот обучение но проходит через игры в конкретных конфликтных ситуациях через кейсы которые очень трансформативно влияют на личность человека то есть столько инсайтов понимания того что ты в жизни мог сделать иначе и как жить дальше ну это просто даже не описать словами потому что ты заходишь в тренинг одним человеком ты выходишь преображенным личностно выросшим и более широко смотрящим более гибким в общении человеком вот наверное чтобы я хотела сказать про медиативные технологии какие еще вопросы да вопросы были такого плана входит ли ассоциация в реестр организаций которые имеют право преподавать медиацию вот такого реестра организации которые имеют право преподавать медиацию нету была попытка вести такой реестр федеральным институтом медиации но этот институт почил в обозе по моему в 2019 году и законодательно такого инструмента как реестр образовательных организаций преподающих медиацию нету есть образовательные организации имеющие лицензии на право преподавания по определенным программам в том числе дополнительного образования и ассоциациях таким организациям относятся у нее есть образовательные лицензии есть программа базовый курс подготовки медиаторов поэтому вот с точки зрения выдачи документов они легальны легитимны и имеют статус государственного образца поэтому все что связано с выдачей удостоверение о повышении квалификации здесь все легально и они поднимаются как надлежащие документы подтверждающие квалификацию медиатора был вопрос чем медиатор отличается от пассивитатора если разница в том какие инструменты они используют вот еще был вопрос а какие еще виды медиатор медиации вот то чему мы обучаем на базовом курсе это основной базовый способ как раз то что называется пассивитативная медиация очень много инструментов которые мы используем из пассивитации из психологии у нас у всех один и тот же инструментарий только мы по-разному его затачиваем и цель его использования немножко разная а так на самом деле багаже у всех есть замечательный наборчик необходимых для правильного и эффективного управления конфликтом насколько его правильно вложить и понять в каком месте какой инструмент доставать и как его использовать насколько глубоко этим инструментом стоит завязать да вот туда куда мы лезем да я хотела добавить важно также учитывать что мы-то работаем в конфликте медиаторы работают в конфликте поэтому здесь важно помимо того что у нас есть инструменты фасилитации там психологические инструменты психотерапевтические адаптированные к медиации но помимо этого мы мы еще должны со своим инструментом работать со своей внутренней настройкой потому что она у нас такая песня что если как вы понимаете в когнитивно поведенческом аспекте наше внутреннее состояние изменяется до эмоционально наши эмоции повышаются то не держите меня всемиром я же могу ведь там да и оценки всем раздать и еще и сказать кому что нужно сделать в этой ситуации поэтому очень важно побыть в разных контекстах в разных случаях в разных моментах до конфликта для того чтобы оценить а как я могу на этом месте оказаться и здесь важно еще побывать не только в роли медиатора но и в роли стороны чтобы понять а что я сейчас чувствую к этому медиатору а такой ли я а так ли я да а что меня отличает от другого то есть здесь настолько многогранная такая история до обучения что она конечно фонтаном вы можете все это еще прослушать в наших видео отзывах на ютюбе если кому-то будет интересно пишите у нас ссылка есть да и в общем то наши группы в фейсбуке по медиации там располагали отзывы наших последних ученого последней группы участников они многое рассказывают о своих внутренних переживаниях как это было тут еще значит были вопросы будем мы будем рассматривать медиации между психологами психологом и пациентом или между пациентами вот мы даем инструментарий общей медиации без контекста спора это универсальный инструмент там без разницы между тем и кем этот спор рассматривается важно понимать структуру медиации ориентироваться конечно в контексте спора но это не какой-то инструмент который помогает только между конкретными лицами и только ему мы обучаем мы отдаем общий принципиальный курс еще на этот вопрос был такой интересует разбор кейса по типичных ошибок проведения процедуры медиации о каких-то ошибках мы будем рассказывать на коротком вот этом курсе и безусловно на разборе кейсов но конечно такой подробный и глубокий анализ как мы делаем на базовом курсе бы на коротком сделать не сможем но у нас как раз все обучение строится именно на разборе кейса на том в чем были сложности что хорошо получилось у человека а что можно было бы улучшить и чем ему можно было бы помочь как раз это способ обучения нашего в школьных службах да вот вопрос по школьной значит безусловно то чему мы обучаем это возможно при работе в школьных службах мы должна сразу предупредить что школьная медиация и восстановительная медиация это не та медиация которая регулируется законом о медиации как я уже говорила там идет речь о вопросах связанных со спорами гражданско-правовом семейным трудовом и там коммерческом праве школьная медиация у нас выпадает из этого списка и она регулируется постановлением правительства минтруда выдавал методические рекомендации ли министерства образования которые подготавливают медиация медиатором для школ у них менее глубокая подготовками требует меньше часов не там она ориентирована именно на конфликты в школе восстановительная медиация но это вообще вопросы которые связаны уголовными делами с признанием вины одной стороны это особый вид медиации он тоже не попадает в регулирование закона надеюсь я ответила на этот вопрос коль ты чего-то скажешь еще посмотрю пока я смотрю да тут индивидуальные вопросы такие идут что по поводу присутствия думаю что тамара наша администратор курса сможет вот и елене макаровой ответить по поводу присутствие как по общему праву на наш курс это курс навыка знаете это не можно прочитать можно знать но не уметь вот в медиации важно уметь можно что-то не знать но уметь важно и навык обраду сами знаете когда у нас там нейронная связь сформируется в голове когда мы тысячи человек что-то такое вот наш тренинг именно на формирование навыков поэтому просто прослушать побыть там рядом включить фоновом режиме у вас не получится потом работать будет в этих учебных медиациях и не получится аттестационную медиацию привести потом важно очень заметить что учить обучение оно некоторым образом отличается от ну традиционного там где есть широкие демонстрации где нужно в общем-то уметь повторить то что сделал мастер и так далее здесь акцент больше делается на том что у вас личного имеется для того чтобы вы обрели свою индивидуальность в этой сфере деятельности потому что любое подражание она считывается если не одной то второй стороной точно поэтому важно научить быть самим собой и использовать свои лучшие качества для того чтобы удержаться до в этой в этой сказать профессии в нейтральности в том числе поэтому здесь важно понимать что работа над собой она предполагает 90 процентов времени в данном курсе просто чтобы было понимание протоколом у нас называется стадии медиации вот все что регулируется протоколом все что происходит в каждой стадии это творчество основанная на инструментах вот выбор инструментов в рамках этой стадии и то как гибко вы сможете ими пользоваться это уже навыковая навыковая штука которая приходит только с собственной работой она накладывается на вашу индивидуальность и просто не попробовав себя не поняв а где у меня стержень а где у меня там веточки деревом не станешь короткий курс то вы можете частично пропустить если в частично если вы приходите на короткий курс и просто хотите ознакомиться то здесь конечно такого жесткого требования присутствию нету потому что по его завершении вы просто получите алгоритм но не станете медиатором вы получите алгоритм вы будете знать какие стадии какие задачи на эти стадии какие есть ошибки на этих стадиях но навыка медиатора конечно вы не получите а может быть он и не нужен да вот пройдя такой курс вы просто поймете а хочу ли я быть медиатором или это вообще не моё или мне вообще достаточно понимания что такая структура и я просто понимаю что вот здесь я сама могу что-то сделать а вот в этой части я отправлю человек ну а потом могут быть разные пути да и выбора в обучении иногда человек целеустремленный берет основу и действует через свою через свой личный опыт да на этом коротком курсе вы получите алгоритм и структуру с которым вы можете в принципе уже пробовать что-то делать но это будет мне не называться профессионально профессиональный медиатор это будет непрофессиональная медиации это будет инструмент который вы можете опробовать опробовать в общем то приводит к тому что у вас уже первая ступень навыка она возможно будет вырабатываться к тому же есть еще такое понятие как врожденные качества да вот есть люди которые у которых есть что-то врожденное быть медиатором им легче но в принципе всему можно научиться постараться и через обратную связь группы и трень тренеров это возможно происходит быстрее потому что постоянно коррекция постоянно развитие идет вот там бы есть вопрос до 20 21 27 28 это будет повтор модуля который будет 6 7 февраля нет у нас не будет повтора модуля у нас при базовом обучении мы по каждой стадии не по часу на ней занимаемся глубоко изучаем отрабатываем инструменты и навыки безусловно структура медиации никуда не денется она будет и озвученные в коротком и длинном и длинном изучение каждой стадии безусловно более глубокая и подробная чем на коротком курсе какие-то вещи там ну общие там типа задачи стадии и компетенции медиатора они будут звучать одинаково но работал уже со со всеми этими компетенциями и глубина проработки стадии это был совершенно на другом кейсе на других ситуациях на количество кейсов конечно делять уровень уже движение в сторону освоение материала сама теория она представляет собой очень небольшой ну скажем небольшой участок вот этой всей программы в основном это практика тут вопрос такой медиатор человек который много узнают может ли он оказаться в опасной ситуации были у вас такие случаи но вы знаете как я уже говорила в уголовных делах медиация не применяется поэтому к нам пока люди которые с какими-то тайными такие приходили вот у меня в моем опыте не было хотя бы были такие случаи когда на медиации какая-то конфиденциальная информация прояснялась затем мы вот в мы не решала мы не участвуем в криминальных разборках это не наша специализация у меня был случай когда ко мне на медиацию пришли с таким пакетом документов документов где поработал уже частный детектив а собрал полной информации почему-то люди посчитали что она для меня настолько будет ценный что принесли весь этот талмуд слежки и и так далее с фотографиями и прочими выкладками вот такой случай был но для медиатора по по сути это не не предмет его деятельности он не разбирается по существу спора и не вникает в документальную ее часть ему важно чтобы люди занимались этим сами его задача организовать так чтобы они договорились они сами все сделали а вот еще вопрос любопытно как медиатор ведет себя в случае домашнего насилия жесткого раньше домашнее насилие попадало под регулирование уголовного законодательства сейчас его административное переведено вот еще раз ольга говорила что если мы видим что проблема системная что люди пришли не конкретный спор решать по конкретному вопросу а там системные нарушения отношений это не предмет разбора медиации на башни насилие это требует глубокой психотерапии и мы как медиатор когда мы именно в этой ипостаси работаем мы в такие конфликты ну мы просто их не берем это не наша сфера деятельности стартует большой базы которого дается а это там арышный уже но по-моему на все вопросы если вот кстати обратить внимание для примера да вот говорят о домашнем нас и говоря о домашнем насилии если такая семья наблюдается и скажем получает помощь от центра семьи то возможно нарушены там я как примеру говорю да бывает так что нарушены взаимоотношения с каким-то из членов семьи я имею ввиду может быть там и бабушки деду дедушки тети дяди и так далее то возможно что медиатор да может провести встречу членов семьи где требуется ну скажем выработать какие-то правила общения в этой семье тогда подключается медиатор он помогает выработать эти правила и дальше уже возможно да если это обслуживание другими специалистами семья возвращается за помощью к психологу то есть медиатор в этом контексте решает конкретные предметные задачи ну это вот то что ты говорила про бригадный метод вот мы с ольгой участвуем в качестве членов команды есть такое некоммерческая организация родомира которые ну уже несколько лет подряд выигрывает президентский грант на помощь семьям природный разводном или в разводном состоянии и часть этого гранта по этому гранту мы проводим медиации вот с такими семьями там очень часто вот такой бригадный подход там юрист может проконсультировать эту семью с глубокими проблемами обращаются к семейным психологам которые там есть а для решения вот таких вот точечных задач как выработать правила или договориться по каким-то вопросам или если там идет какой-то раздел имущества договориться разделе имущества это а выполняет как раз медиатор и это очень эффективно такой способ тем более что результатом таких соглашений обычно выходит письменный документ называется он медиативное соглашение которое в общем выполняется сторонами то есть это по сути договор между ними и предметная часть может быть любой о чем захотели стороны договориться вплоть до того что кто в магазин идет и что покупает бывает и такое когда дети там подрастают с подростками бывают такие медиации поэтому предметная часть она очень обширная наверно от важно как рассказать что медиация если она удачная проходит она заканчивается подписанием или вот на вы если это по закону идти подписанием медиативного соглашения которые если она подписывается вне суда имеет силу обычной гражданской правовой сделки если в рамках уже судебного процесса то утверждается судом имеет силу мирового соглашения с его судебного решения поэтому это переговоры и заканчиваются они заключением договора сделки или какого-то соглашения вот цвета она спрашивает насколько это востребованная процедура но отвечая на этот вопрос у нас как всегда да есть не процедура востребова специалисты вас насколько специалист медиатор востребован потому что если он начинает активно на этом рынке из большим энтузиазмом любовью к своей профессии работать то и соответственно востребованность она обеспечивается каким-то участием до в медиациях например мы активно очень с мариной участвуем в грантовых проектах при психологических центрах которые получают есть организации например это некоммерческое партнерство лига медиаторов которые периодически получают гранты нас да на свою деятельность в области медиации медиаторы тоже могут участвовать в таких проектах присоединяться есть частные медиации есть наравне с консультативный мы предлагаем эту услугу как вариант разрешения если видим что можно там это применить то есть различные в различных аспектах есть востребованность но не сказать конечно что сейчас пойдут точно так же как юристу но такая тенденция имеется потому что сейчас вот вырос интерес в связи с возможностью нотариального удостоверения медиативного соглашения непосредственно у нотариуса того спора по которому может быть как результат медиативное соглашение то соответственно и медиация принимает уже другую другой аспект этой востребованности ну и у нас же входит на проект закона в том чтобы ввести в качестве обязательной досудебной процедуры медиацию по семейным спорам это ну очень разумное изменение законодательства медиации поскольку я уже говорила для что это та категория споров где судебное решение но вредно и бесполезно потому что приходят но часто папы например говорят что ну марина давай подавим иск определяем порядок общения с ребенком и потому что жена сама мне добровольно детей не дает ну спрашиваю хорошо мы получим судебное решение например да определяющие порядок общения с твоим сыном а как ты будешь его исполнить ну как она же должна будет это рассуд решил ну хорошо а вот ребенок скажет что я мама будет плакать все время когда ты будешь приходить и ребенок тебе скажет что нет папа я тебя видеть не хочу что ты будешь делать ну как же а что же но как же как должны заставить ну что ты пойдешь к судебному приставу чтобы судебный пристав у мамы и звук вырывал ребенка тебе отдавал нет не пойду нужно тебе такое судебное решение не нужно хотя некоторые говорят нет дайте я буду отнимать судебный пристав но просто это решение будет до исполнимость его очень маловероятная вреда ребенку причинить таким решением можно очень много поэтому вот я считаю что это категория споров которые реально должна проходить через обязательную хотя бы консультацию медиатору но если еще некоторые дополнения сделать по поводу вопроса востребованности то медиатор имеет возможность не только в рамках процедуры как марина тоже вот рассказывал до предыдущего тут как раз вопрос был не только в рамках процедуры но еще и как технологический инструмент использовать мы например вот как у нас один из проектов работаем в медицине занимаемся обучением врачей и младший медицинский персонал обучаем техникам общения врача под врач пациент там медиация очень помогает для того чтобы наладить эти взаимоотношения точно также врачи участвуют в проигрывании кейсов идет обучение через практику и мы выходим уже на уровень более осознанной в общении между пациентом между врачом и пациентом поэтому как вы творчески примените этот инструмент будет уже зависеть от вас от специалиста в той или иной области мы стараемся или процедуру медиации или медиативный инструмент мент применить там где это в общем-то уместно по контексту да и соответствует задача наладить какие-то гуманные человеческие отношения взаимоотношения ну и еще что сказать да судя по тому какие до вопросы задают а зачем медитировать психологу медиация еще не стала даже вот ну скажем так таким словом такой профессии которые про которую все знают но любой экономическая сегмент да он имеет какие-то ниши вот эта профессия пока еще она формируется эта ниша еще не заполнена поскольку она еще и непонятно неизвестно но она как поле сказала эта профессия будущего потому что она повышает конфликтологическую культуру и способствует улучшению ситуации в любых сферах деятельности будь то управление персоналом управление культурой организационной управление конфликтами способа на решение скорых ну как говорят кто первый стал того этапки ну а если в резюме будет указано что вы имеете свидетельство специализации в области медиации то конечно плюс будет обеспечен в эту сторону потому что работодатели сейчас очень активно смотрят на компетенции такого уровня и делают выбор в пользу тех кто владеет ими я думаю что мы на все вопросы уже которые были ответили если какие-то еще есть давайте можно задать малими и птицы как инструмент в коучинге ну на самом деле очень многие коучинговые инструменты применяются в медиации у нас воли тоже здесь мы в свое время проучились коучингу в полном объеме в международной ассоциации и используем многие инструменты хотя на самом деле очень многие коучинговые инструменты выросли из инструментов когнитивно-поведенческой терапии но вот что ни возьми там в коучинге там ну очень много это инструменты когнитивно-поведенческой практике вообще мне кажется да мне даже сейчас так интересно вот побывать в роли того человека который прошел обучение в когнитивно-поведенческом подходе побывать в роли участника в программе медиации потому что имея этот инструмент уже как специалист допустим психолог или психотерапевт применить это совершенно ну в другом подходе с какими-то своими специфическими особенностями и адаптациями ну это совершенно другой угол зрения открывает на и такой творческий подъем происходит что понимание даже этого инструмента углубляется мы понимаем а где мы можем вообще в принципе советовать там человеку до применить то или другое или к себе относительно это вообще такой опыт позавидовать может нет но тем участникам которые только начинают этим заниматься и владеют уже такой базой которую можно пропустить через практику я думаю что если будут вопросы их можно написать и мы их соберем потом можем ответить на них сегодня большое спасибо что у нас послушали нам было приятно рассказать вам о медиации вопросы интересные очень на все конечно успели ответить но будем надеяться что будет такая еще раз возможность но в любом случае вопросы можно также задавать в группе в фейсбуке медиация в когнитивно-поведенческом подходе есть такая группа кто еще не знает и не присоединился просим пожалуйста присоединяйтесь можете задавать вопросы с удовольствием ответим у нас в прошлом году ряд игр было в онлайне кстати мы проводили также пробные игры прошлый год мы брали просто независимо от обучающего курса игровую тематику по кейсу и проводили таким образом встречи пожалуйста присоединяйтесь и возможно наше творчество выведет еще на новый уровень будем просто даже если вы не захотите в этой области получать такие глубокие знания вы можете поучаствовать в играх которые мы периодически проводим я почему-то вспомнила как мы проводили игру на базе ассоциации очную и как у нас там подлечился товарищ пришел поиграть ну человек явно с каким-то пограничным расстройством личности мы даже сначала напугались но пройдя несколько игр он получил позитивный опыт опыт успеха он у нас концу уже этих игр так расцвел уже пришел такую ухоженная пришел с другом пришел еще это еще оказался терапевтический метод спасибо вам большое до свидания до новых встреч и и и и и